привет феи рукодельницы сегодня я покажу вам как связать такой треугольник для вот такого пледа вполне такого объемного потому что соединение треугольников объемных дает такой эффект с вами ирина невзорова вы на моем канале школа вязания подписывайтесь на наш канал смотрите новые уроки поехали с чего мы начнем мы сначала посмотрим как связать один такой треугольник за счет рельефных петелек этот треугольник у вас будет выпуклый вогнута выпуклый при соединении к следующему треугольнику цветные абсолютно цветные можно связать мотивчики треугольники соединить их в плед и будет вот такой эффект который я показывала для начала с чего мы начнем мы сделаем кольцо амигуруми и уже в него мы будем провязывать столбики с накидом вот так вот мы его делаем просовываем давайте еще раз покажу вот так ниточку колечко и в это колечко просовываем крючок вытягиваем ниточку и делаем петельку одну вторую третью это наши три петли подъем дальше делаем три столбика с накидом в это же колечко 2 и 3 вот дальше делаем 3 воздушных петельки и 5 столбиков с накидом туда же в это же кольцо 1 3 4 5 опять 3 воздушных петли еще пять столбиков в кольцо 1 2 3 4 и 5 дальше делаем 3 воздушных петли и 1 столбик с накидом и сейчас его будем соединять с другой стороной треугольник вот так вас должно получиться затягиваем наше колечко кольцо амигуруми вот так затянули и теперь этот столбик соединяем с тремя петлями подъема вот я прям в него в арочку делаю соединительный столбик вот такой вот треугольничек у нас получился это наш первый ряд прям с самого начала с кольца это считается первый ряд дальше мы делаем 2 петельки подъема и провязываем лицевой рельефный столбик как он вяжется мы захватываем крючок не в петельку не вот сюда как обычно а за ножку захватываем с лицевой стороны то есть вот вот так у нас петелька на смотрит на нас крючок под ней под ножкой захватываем нить провязываем как обычный столбик вот он дальше мы делаем изнаночный рельефный делаем накид и уже крючок не спереди не с лицевой стороны а с изнаночной заводим вот так и вот так то есть у нас петля за крючком вот она на изнанке захватываем рабочую ниточку вытаскиваю и делаем просто столбик дальше опять лицевой рельефный за ножку вытаскиваем нить и провязан как столбик вот дальше у нас угол нашего треугольника туда мы будем провязывать два обычных столбика прямо в арочку прямо в арку заводим крючок 3 воздушных петли и еще два столбика с накидом вот когда мы доходим до 5 петель нашего треугольника стороны наши треугольника то мы возвращаемся к рельефным петлям начинаем всегда с лицевой лицевая рельефная петля дальше изнаночная заводим крючок назад вот он столбик наш провязываем опять лицевая провязали изнаночная тут главное не потеряться в столбиках просто друг за другом не торопясь и дальше опять лицевая петелька вот она вот вот так вот получается дальше дошли до угла вяжем два обычных столбика 3 воздушных петли для формирования угла и еще два столбика обычных вот опять страна опять начали рельефный всегда с лицевой лицевой рельеф изнаночный иногда помогаю себе поддерживая пальчиком ненужные петельки провязала опять лицевой изнаночный пишите в комментариях кстати у кого получается вязать рельефные столбики кто уже пробовал и какой вам легче вязать потому что мне всегда легче вязать лицевой рельефный когда я протягиваю за петелькой мой крючок вот интересно как это у вас дальше мы делаем опять в углу 2 столбика с накидом 3 воздушных и еще два столбика с накидом дальше мы вернулись практически с чего начали и мы всегда делаем первую петлю лицевой рельеф а дальше у нас связаны две петли подъема они будут считаться как за изнанку за изнаночный рельеф и мы просто их соединяем соединительной петелькой вот вот наш второй ряд своих 5 и теперь мы будем всегда вязать изнаночный рельеф над изнаночным лицевой над лицевым делаем 2 петли подъема делаем только 2 дальше мы видим что у нас идет лицевой рельеф продолжаем вязать его лицевым сейчас захват крючка будет намного легче потому что тут петельки уже сами уходят видите я даже ничего не придерживаю для крючка потому что на самом деле уже легче вязать лицевой над лицевым изнаночный над изнаночным вот дальше мы идем изнаночный рельеф и лицевой то есть мы захватили петельки которую мы в углу провязывали вот их обязательно включаем в узор на чтобы они у нас тоже были лицевые изнаночные рельефы и мы так пойдем дальше вот дальше в углу два столбика с накидом 2 в 3 воздушные опять два столбика с накидом дальше опять страна всегда начинаем с лицевого вот просто это нужно запомнить и двигаться дальше изнаночный лицевой вот мы в узор уже изнаночный все ложится как надо лицевой изнаночный смотрите вот эти две петельки изнаночной и опять лицевой все мы одну сторону провязали добавляем еще две петельки 2 столбика с накидом в углу вот делаем опять три воздушных петли всегда они будут для формирования угла туда же 2 столбика всегда так будет и доходим до получается конца и здесь соединяем напоминаю да начинаем всегда с лицевого рельефа вот здесь изнаночный будет и дальше по узору нижних петель лицевой и изнаночной для формирования угла набираем всегда два столбика с накидом 3 воздушных и еще два столбика с накидом все это в одну арочку и дальше вяжем также по узору до конца ряда сейчас с вами провяжу до конца ряда соединю вот так вот опять два столбика которая говорила 3 воздушных еще два столбика лицевая изнаночная рельефная петля и опять лицевая все здесь мы две петли подъема сделали мы вот сюда соединяем но в принципе можно сказать вы уже поняли да как этот узор вязать дальше мы с вами специально раз два три ряда еще надо связать 2 то есть все то же самое можете прокручивать назад и смотреть как я вязала второй ряд их третий две петли подъема опять лицевая над лицевой изнанка над изнанкой лицевая над лицевой просто не забывайте формировать угол добавляя по 2 с 2 столбика с накидом плюс 3 воздушных и еще два столбика с накидом и дальше их ввязывать в узор как я сейчас это делаю вязала узор и добавил и так далее на самом деле вы можете связать больше пяти рядов но 5 рядов это вообще будет самое органичное треугольник который может быть для этого пледа вот так вот у вас получится вяжите с удовольствием подписывайтесь на мой канал у меня много интересных уроков пишите в комментарии чтобы вы еще хотели увидеть моей школе вязания какой разбор и всем легких петелек пока пока